Хотите взглянуть на самые пугающие дороги в мире, где с людьми происходят странные вещи? Тогда поехали! Ходят слухи, что в Мексике есть таинственная дорога, на которой бесследно исчезли по меньшей мере 17 человек. Местные называют ее «дорога в никуда», потому что она ведет в гору, а потом сворачивает в тупик. Кроме того, по обе стороны дороги на многие километры простирается пустыня. Там пропадали водители-одиночки и целые семьи. Их машины исчезли вместе с ними. Местная полиция упоминает кафе у дороги, куда заходят туристы, чтобы перекусить. Однажды в это кафе зашла семья из четырех человек. Официант подслушал разговор между мужем и женой. Милли Уолдроуд хотела осмотреть окрестности и полюбоваться пейзажами. Том Уолдроуд хотел отдохнуть и спокойно допить свой кофе. Тогда Милли взяла их сына и дочь на небольшую прогулку. Они должны были вернуться через час, но этого так и не произошло. Правда ли это? Решайте сами. Автострада Ай-80 в США – это место, где регулярно происходят пугающие вещи. Речь прежде всего об участке шоссе в северной части штата Невада. Эта область известна как одна из самых безжизненных во всей стране. Представьте, что вы едете по ней. Иногда вокруг нет ничего, кроме пустыни с перекати-поле. Вы можете ехать часами и не встретить ни одного автомобиля или человека. Вот почему этот участок трассы Ай-80 получил заслуженное прозвище «Большой и одинокий». Один из пропавших там людей – Патрик Карнес, 86-летний ветеран. Перед исчезновением полицейский остановил его на шоссе. В машине с ней была его собака. Позже его машину видели с заведенным двигателем на обочине дороги. Карнеса и его собаки нигде не было. Этот случай произошел в 2011 году. Не так давно. Еще одним пропавшим человеком была 73-летняя Нэн Диксон. Она направлялась в гости к своему брату. Тогда она еще не знала, что никогда к нему не приедет. Нэн пропала в 1978 году. Ее машина была найдена в 1982 году. Полиция так и не раскрыла это дело. Еще была 62-летняя Джудит Кассида. Она пропала в том же районе в 2006 году. Последний раз ее видели в Макдональдсе, в Лавлоке, штат Невада. Мисс Кассида также не была найдена. За последние три десятилетия вдоль трассы Ай-80 были зафиксированы сотни таинственных исчезновений и множество нераскрытых инцидентов. Некоторые улики удалось найти, но их оказалось недостаточно, чтобы что-то выяснить наверняка. Трасса 29 Вирджинии тоже получила свою долю загадочных исчезновений. Начиная с 1996 года там было много случаев пропажи людей, прежде всего молодых женщин. Алисия Шуолтер Рейнольдс исчезла в марте 1996 года. Для нее это был обычный день. Она собиралась встретиться с матерью и отправиться за покупками. Ее машину нашли на обочине шоссе 29. Больше девушку живой не видели. Никто не знает, кто прервал ее жизнь. В последующей неделе другие женщины сообщали о незнакомом мужчине, который звал их на шоссе 29. Полиция опубликовала фоторобот и получила более 10 тысяч откликов, однако подозреваемого так и не нашли. Исчезновения продолжились и в последующие годы. Например, за пять лет с 2009 по 2014 год исчезли пять младых женщин. Следователи заявили, что выясняют связь между этими случаями. Дальше у нас дорога слез или официально шоссе 16 в Канаде. Все началось с исчезновения Глории Муди в 1969 году. В последний раз ее видели на вечеринке. После стольких лет, несмотря на все усилия, там по-прежнему регулярно пропадают люди. Считается, что последний случай произошел в 2011 году. Мэдисон Скотт пошла в поход. Ее палатку и машину нашли, но саму Мэдисон больше никогда не видели. Следующая дорога – Апалачская тропа в Соединенных Штатах. Часть прекрасного национального парка Great Smoky Mountains. Благодаря своей красоте, это один из самых посещаемых парков в стране. Около 10 миллионов человек приезжают туда каждый год. Но некоторые из тех, кто отправляется в путь по Апалачской тропе, так и не покидают парк. Взгляните на этот случай. В 1969 году несколько семей отдыхали в парке на День Отца. К сожалению, один мальчик, Деннис Мартин, бесследно исчез во время этой вылазки. Более 1300 человек прочесали местность, но это не помогло. Никто не нашел никаких следов. Семь лет спустя тренни Линн Гибсон тоже исчезла в этом районе. Она была с большой группой студентов и преподавателей. Все они шли по одной тропе. Тренни была единственной, кто исчез. Перед ней и позади нее были другие люди. Странно, но никто ее не видел. Ее исчезновение до сих пор не раскрыто. На тропе пропал еще один человек. Эти три человека пропали при совершенно разных обстоятельствах, поэтому власти считают, что между инцидентами нет никакой связи. Шоссе Флиндерс в Австралии. Еще одно место, где таинственным образом пропадают люди. На этой дороге пропавших часто находят, но, как правило, слишком поздно. За последние годы было зарегистрировано несколько случаев. Все началось в 1970 году, а последний случай произошел в 2017. Там пропадали и автостопщики, и ученики начальных классов. Шоссе протянулось на 900 километров, что затрудняет поиски. Только двум людям были предъявлены обвинения в связи с некоторыми инцидентами, но ни один из случаев не дошел до суда. Но что, если виноват был кто-то другой? Почему преступления прекратились? Может быть, ответственный за них человек попал в тюрьму? Или залег на дно? Может быть, он еще на свободе? И чего-то ждет? Наш следующий пункт – неодинокая дорога в глуши. Это красивый национальный парк в США. Йосемицкий национальный парк не только известен природными красотами, но приобрел славу одного из самых загадочных парков в мире. Здесь без следа исчезают люди. Существует множество теорий, объясняющих эти случаи. Некоторые даже винят сверхъестественных существ, таких как духи. Но одно можно сказать точно – здесь что-то не так. В парке пропало слишком много людей. Раз уж мы заговорили о сверхъестественных явлениях, вот дорога с привидениями из США. И леденящая душу история, связанная с ней. Речь идет о трассе округа Арустук. Или трассе 2А в штате Мэн. Условия на трассе 2А довольно опасные. Дорога резко поворачивает и зимой покрывается льдом и снегом. Кроме того, водители сообщают, что видят призрак девушки на обочине дороги. По другой версии, они видят женщину, умоляющую водителей помочь ее мужу. Когда водитель выходит из машины и пытается к ней подойти, пуф, она исчезает. Для многих дальнобойщиков этот маршрут стал последним. И не только для дальнобойщиков. Жуткая дорога даже вдохновила на создание песни. Номер 9. Ривервью Драйв в штате Нью-Джерси. Эта дорога известна как Дорога Энни. Название происходит от предполагаемого призрака девушки по имени... Вы угадали, Энни. По легенде, она погибла здесь в ночь своего выпускного в 60-х годах. Некоторые автомобилисты сообщают, что слышали там чьи-то крики. Затем воздух наполнился таинственным туманом. Он появлялся из ниоткуда. Кроме того, они утверждали, что их телефоны ловили помехи. Еще одно место с привидениями. Харривуд Роуд в британском Честерфилде. На этой дороге длиной 5 километров видят призрачных монахов. Ходят слухи, что монахов отправляли в Харривуд Грейндж обрабатывать землю за плохое поведение. В этом районе есть и другие жутковатые места. Заброшенная насосная станция Хангер Хилл находится недалеко от дороги с привидением. И атмосфера на станции довольно тревожная. Пожалуй, путешествуя, не стоит выбирать дороги, на которых исчезали люди. Если только вы не любитель острых ощущений.